более детальному обзору поговорим как раз про НПЗ Лукойл в Болгарии. Тот самый знаменитый, потому что интересно в динамике следить, что же там происходит. Так вот, стоит сказать, что Лукойл, чистая прибыль его по версии МСФО, это международный стандарт, составила 1,115 триллиона рублей. Я даже представить себе эту цифру не могу. Что является рекордом, потому что в 1922 году для сравнения было 790 миллиардов, а в 1921 773. Ну, мы же видим, как ударила волшебная операция по бедному Лукойлу. Санкции, санкции, ой-ой-ой, да. Печальный он, блин, и только этими триллионами слезки утирает. И вот нам сообщают о том, что вот этот НПЗ в Болгарии не получил ни одной партии Юрлс, это сорт российской нефти, в январе 1924 года. И тут получается такая ситуация, что они готовятся к тому, что у них... Ну, им запретят поставки российской нефти. Мы же помним, да, местные власти сказали, что вот к концу 1924 года, чтобы российской нефти мы не видели на вашем НПЗ. Ну, увидите братанскую эрдоганскую. Вот, жуткие санкции, короче говоря, Лукойл думает, что с этим делать. Вот поставки сократились о российской нефти, ну, вернее, они уменьшились вообще. И вот один эксперт по имени Катону поясняет. Компания замещает российскую нефть, делая ставку на отгрузки из Ирака, в том числе с собственного месторождения Западная Курна-2. А он не зря не капитал-то вывозили. Это одно из крупнейших в мире месторождений с начальными извлекаемыми запасами нефти в 14 миллиардов баррелей. Вот не зря я радовался всегда, когда слышал, что наши буржуйчики что-то купили, да, за рубежом. Я всегда думал, вот это для счастье для моего делается. Россия, блин, растет престиж, крепчает, блин, да, на мировой арене. Это вот еще, чего можно делать, какие волшебные штуки. У Лукойла в этом месторождении 75%. То есть, это его собственность, считаете? Наши. Наши. Это его нефть, которую он поставляет по своим трубам в свои НПЗ, и со своих НПЗ он поставляет уже непосредственно на топленные заправочные станции. Ну, и их, соответственно, клиентам там напрямую с кем договора имеет. В Леопард. Ну, например. Кроме того, поставил он на свой НПЗ в январе 180 тысяч баррель нефти, отгружаемый по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума в порт Новороссии. А это, чтобы вы понимали, это казахская уже нефть и казахские месторождения, которые тоже там отчасти принадлежат Лукойлу. Так, изначально, вот говорит эксперт, изначально танкер направлялся в Румынию, где у Лукойла также есть собственное НПЗ, но, по словам аналитика, оставил там лишь часть партии. Вот. А все остальное повез потом в Болгарию. НПЗ они приобрели там еще в 99-м году. Ну, это, ладно, это мы все опустим. Про сеть АЗС я уже сказал. У Лукойла начались проблемы после СВО с иностранными активами. До выселения антироссийских санкций... Вот это подтверждение, что мы должны вокруг него сплотиться. Он же пострадал. До санкций Лукойлу принадлежали заводы в Италии, Болгарии, Румынии, а также 45% НПЗ в Нидерландах. В мае 23-го... Это к вопросу, что у нас никакого вывоза капитала, конечно, нет. В мае 23-го года российская компания закрыла сделку по продаже НПЗ на Сицилии. Представляете, какой ужас. Какой удар по Лукойлу и Олегу Перву. Да, это подтверждение, что он прогрессивный. Причем здесь есть график, товарищ, ты просто полюбуйся. Вот это, значит, поставки российской нефти на НПЗ в Болгарии в 21-м году. Обратите внимание, это 22-й год, видишь, как со второй половины 22-го года они резко вырастают. Я прям смотрю, а что это в два раза выше стало? Да потому что, видимо, спрос появился хороший. И, видимо, мощности позволяли. У меня, конечно, спрос. Понятно, сколько танков туда-сюда вдоль линии фронта катаются. Всем нужен, блин, бензин. С другой стороны, ты же знаешь, раз у них есть по всему миру разбросанные эти месторождения, а они так на секундочку там, вот у него НПЗ в Европе у Лукойла, месторождения у них есть там. И в Южной Америке есть, и в Египте есть, и в Ираке есть. Ну, в России само собой, и в Казахстане. То есть, они могут маневрировать своей нефтью, получается, поставляя нужную нефть на свои НПЗ. Прикинь, какая возможность для маневра-то огромная. Да. Да. У нас один наш предприниматель оказался же международный производитель алюминия, а вовсе не российская компания. А это международная нефтяная, соответственно. Как хорошо, в Ираке вон купили. Собственно, они все такие международные. Не зря они тогда опять же амерам не мешали. Видишь, тоже дали там купить месторожденница. Да. Ну, в общем, болгарцы, они сперва взяли под контроль нефтяной терминал, который, собственно, снабжал этот самый НПЗ. Затем парламент страны одобрил снижение доли российской нефти в общем объеме импорта до 80% к концу 1923 года. Представляете? Какими, опять же, важными делами парламент там аж не занимается. Так я и вижу, как они прямо через все это хотят наладить болгарам жизнь. В Болгаре вздохнули наконец-то. А как в октябрю Лукойлу уже вообще хотели запретить в октябрь 24 соответственно. Запретить вообще все поставки российской нефти. При этом София приняла такое решение в инициативном порядке. Ранее Болгария получала исключение из эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз и могла ввозить ее без последствий для себя до конца 2024 года. О, ни хрена, смотри себе на горло наступают. Ты смотри, Евросоюз даже от прибыли, это значит всегда только одно. Он углядел еще большую прибыль. И вот смотри, какой вот ужас, как выдавливают. Кроме того, власти Болгарии ввели налог на прибыль с НПЗ Лукойла в размере 60 процентов. Сообщали в октябре Financial Times со ссылкой на министра финансов в Болгарии. Ставка снизится до 15 процентов только после продажи активов. То есть, продавайте, но... Нет, смотри, как хорошо. Здесь мы не только соляру в леопарды, мы еще и денег даем. Надо же, говорят, что наемников страшных они там прислали на Украину. Вот наемникам надо деньги платить. Вот Лукойл раскошелился. Опять же, раскошелился и все равно триллионы получил. Обрати внимание. Да. И в топе. Висит в топе. Висит в топе, при том, что даже пришлось ему потратиться. Ну, как хорошо. Это же прекрасно, товарищ Алексей. Ну, конечно, прекрасно. Какой он эффективот, настоящий эффективный предприниматель. На меня десятая доля подобных проблем разорила бы сразу до тла. А он, видишь, как грамотно сманеврировал и оп-оп-оп. Ну, тем более, западные это партнеры. Вы же обратили внимание, товарищи, что западные партнеры тоже там не то, чтобы прям особо настаивают. Они, конечно, настаивают, но... Да, они на странных вещах настаивают. Не то, что, о, это российская компания, путинские фашисты, а ту их. Не, а можете не закупать российскую нефть? А то неловко получается. Да, пожалуйста, на иракскую замерим. На Олег Первого санкции наложили, но он, ну, ладно, пускай там братушки мои будут управлять. Да, я отошел бы, я отошел бы в стороночку с неконтрольным пакетом. И коллективный Запад такой, ну, ладно, что тут поделаешь. Да, мы не видим. О, куда он делся? Смотрите, не видим Олег Первого. Что тебе пропал? Что за чудеса? Ну, давайте торговать. Раз этот нехороший путинский прихвост и не исчез с радаров. Ну, поскольку теперь для того, чтобы перейти на другую нефть, проблема-то даже не в том, что вот высокие налоги, а вот в Луколе говорят, что 500 миллионов евро понадобится, если на более легкую нефть переходить. А эти затраты... Ну, и что-то как-то уже подумают о том, чтобы продавать. В Луколе подчеркнули, что законы, принятые болгарскими властями, негативно влияют на доходы бюджет страны и разрушают имидж Болгарии в глазах всего мирового бизнеса. Вот так вот они. Вот. Как мы переживаем за еврагеев, да, что у них там с экономикой что-то не то будет. Ну, и еще тут в статье указывается, что есть варианты, например, смешать иракскую нефть с казахской, и это даст более тяжелую нефть, которая, в принципе, может быть выходом для Лукойла. Ну, то есть, варианты у них, в принципе, какие-то остаются еще, оставили. А сколько на это труда, прикиньте, товарищи дорогие, тратится, блин, они уже до чего дошли, нефт танкерами гоняют там, бодяжат ее, короче, с одной бочки в другую, доливают. И главное, для чего? Чисто для бюрократической какой-то, блин, этой отмазки, потому что все все понимают прекрасно, блин. То есть, это чисто, чтобы вот крючкотвором этим угодить, чтобы у них по отчетам все правильно получилось. И на это просто скакая бездна труда человеческого, блин, а? Вот на эти манипуляции с нефтью. Просто обалдеть. Вот так подумаешь, а прикинь, вот эту всю ту толпу людей заморочить чем-нибудь, блин, полезным. Вместе с теми, кстати, людьми, которые волшебством сейчас заморочены. Вот чтобы они что-то не волшебное делали, а материальное. Ой, какой нах, да тут коммунизм можно, блин, построить за год. Ладно, поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...